В Ненинском округе началась подготовка к новому учебному году. За летний период необходимо отремонтировать 82 образовательных учреждения. На эти цели в бюджете предусмотрено порядка 44 миллионов рублей, в том числе 17 миллионов на ремонт школ, 23 миллиона на детские сады и 3 миллиона на учреждения среднего профессионального образования. Специфика ремонтных работ в каждом учреждении своя. Где-то необходимо поменять систему отопления, где-то починить полы. Несколько учреждений образования должны выполнить предписания надзорных органов, обеспечить пожарную безопасность и привести в соответствие санитарное состояние зданий. Есть у нас замечание санитарно-педемиологического законодательства. Прежде всего это от Роспотребнадзора и здесь сегодня это связано прежде всего с вывозом твердых и жидких бытовых отходов. И вот эта проблема, с которой мы столкнулись, она должна решаться в комплексе. Здесь это оборудование прежде всего вопрос. Внутреннее должно быть сеть канализования. Это обеспечение беспрерывной подачи холодной и горячей воды в помещение, пищеблока, медицинского назначения, туалетов и так далее. Работы по обновлению зданий уже начали три детских сада и социально-гуманитарный колледж. Косметический ремонт проводят в начальной школе-саде в деревне Верхняя Пёша. В кухне у нас побелка потолков и стен. В школе у нас все полы покрыты линолеумом, поэтому мы с ними ничего делать не будем. Стены у нас тоже в стене хорошем, они оббиты фанерой и покрашены краской. Просто мы будем их обтирать влажной тряпкой, всю полю убирать. В коридоре будут и в спортзале пол покрашен у нас. И в коридоре у нас тоже будет краситься пол. Ну и крыльцо у школы тоже, веранда будет покрашена. На все работы в школе выделено 150 тысяч рублей. Закончить ремонт планируется к 1 августа, когда начнет работу межведомственная комиссия по подготовке образовательных организаций Ненинского округа к началу учебного года. Отремонтированные здания пройдут проверку Роспотребнадзора, Роспожарнадзора ОВД России по Ненинскому округу, профильного департамента и глав муниципальных образований. В ходе обследования зданий комиссия также проверит документы учреждений и оценит работу по устранению замечаний надзорных органов.